Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на планете Земля. И, к сожалению, все чаще утверждаемся в том, что пока не видно желания людей, кроме интереса и недоверия, сделать хотя бы шаг в сторону собственного спасения. Но оно, спасение, не может прийти само собой, без усилий со стороны людей. Я ведь не перестаю повторять, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И если люди не захотят, то ничего и не произойдет, кроме квантового перехода, который обрушится на неподготовленные головы людей очень холодным душем. Все, что было сказано в толкованиях, поверьте мне, не есть фантазия записавшего, не есть сон в летнюю ночь, а есть та правда, есть та истина, которая дана мной только ради вашего же спасения. Никаких иных целей моей диктовки не преследует. Все ради вашего будущего, ибо только с моей помощью ваша вечная эволюция не прервется никогда. Но без моей помощи, протянутой руки, произойдет то, что вы называете смертью, но уже не только в материальном мире, материальной оболочке, но и в тонких мирах, а значит, в вечности. Удивительно легкомыслие тех людей, которым все же посчастливилось соприкоснуться с моим обращением к людям, потому что человек, знающий это, просто обязан поделиться знаниями или моим предупреждением со своим окружением, хотя бы ради сохранения их жизней. Я, мы, божественные силы, пока не видим этой цепной реакции выживания человечества. Мы видим лишь в лучшем случае безразличие. Чаще же мы видим недоверие или, хуже того, неприятие информации. Поверьте, той информации высшего разума, Создателя, которая дается вам только однажды, и только в тех случаях, когда происходящее изменение носит планетарный или космический масштаб, неприятие которых может обернуться для вас трагедией уничтожения. Я не могу вас взять за ручку и отвезти в безопасное место. Во-первых, я не могу потому, что мы с вами находимся на разных энергетических уровнях, и вам до моего уровня еще расти и расти, а во-вторых, не будет на Земле того места, где можно было бы укрыться или спрятаться, ведь во время квантового перехода гора Арарат уже не спасет никого. Масштаб тех планетарных изменений, которые предстоит вам пережить, даже при всей вашей фантазии вам трудно представить, и ни одна точная наука не может спрогнозировать, а тем более описать, все то, что ожидает ваш мир. Мир в вашем представлении должен будет измениться кардинально, и он действительно изменится, ибо установление баланса энергий, а это значит перераспределение энергий, вызовет такие поля, что изменение полюсов Земли может показаться вам детской шалостью. Вам нужно приготовиться к огромным изменениям, и ваш переход на другой уровень вибрации есть одна единственная возможность продолжения эволюционного процесса человечества, но уже в виде шестой расы. Поверьте мне, что все предыдущие расы всегда резко отличались друг от друга, и только впервые мы не хотим такого изменения и пытаемся шестую расу создать на базе пятой, не меняя основные принципы существования биологической формы жизни на планете Земля. Не меняя – не значит ничего не делая, поэтому мы как раз и хотим изменить возможности человека, открывая вам четвертое измерение и повышая ваш уровень энергии, чистоты вибрации, выводя вас в шестую расу. Я вам говорил, что мир вам откроется по-иному, а ваши возможности сделают вас другими людьми. Забегая вперед, хочу вам сказать, что мир изменит ваше представление о нем и о вас самих кардинально. Я повторяю часто слово «кардинально», ибо это есть истина, и в некоторой степени действительно изменятся и координаты этого мира. Поэтому я повторяю о необходимости изменения вашего взгляда на мир, потому что все то, что произойдет, для неподготовленного, непринявшего Создателя как управляющей силой Вечности и погрязшего в догмах религий человека, не будет никакой возможности осознать новую картину мира. В настоящее время дверь в новый мир еще закрыта. Она откроется с обилием света и возможностей человека, и тогда может просто не выдержать сознание человека. Ведь все религиозные догмы ограничивают способности, возможности человека увидеть иной, более тонкий мир. Я вам уже говорил о том, что вы свободны в выборе своей судьбы, но на вас лежит и ответственность за этот выбор. Но больше ответственности лежит на тех людях из религии, кто берет на себя смелость вести людей, определяя их уровень сознания и их ментальность, ибо пока слеп человек, то и в темной комнате, в материальном мире, светом могут быть лишь островки религий. Свет их может помочь человеку подготовиться к квантовому переходу, но может и сыграть с людьми злую шутку, приводя людей, как слепых котят, к исчезновению, ибо не знают пастыри, ведущие людей, пути спасения. Для всех религий мира все то, что я сейчас говорю, есть мое напутствие, есть мое предложение к их объединению ради спасения людей, потому что пока ведут они свою паству к гибели, и если они, представители церквей, еще смогут образумиться и услышать слова мои, тогда есть надежда на спасение людей. В противном случае шестая раса, пример детей индиго это показывает, начнет свой путь самостоятельно, без религиозных догм прошлого и ненужных обрядов, с чистого листа и на другом энергетическом уровне. «Впервые мы, божественные силы, даем всем людям шанс спасти себя, объединившись вокруг меня, вашего Создателя, приняв слова мои за истину, а это значит, приняв мир мой, его структуру и себя, как неотъемлемую часть этого вечного мира». Вот уж когда безразличие или неверие граничат с гибелью, со смертью, ибо неприятие слов моих есть подписание людьми самими же своего смертного приговора без права на спасение. Повторяю, что такого удивительного безразличия мы не видели со времен Ноя, когда мы сами спасали мир. Представившаяся людям возможность спасти самих себя, кажется, так и может остаться неиспользованной возможностью, ибо помощь божественных сил предлагается людям только один раз. «Я не нагнетаю обстановку. Я говорю так только для того, чтобы спасти вас, потому что времени осталось мало, хотя оно еще есть, и людей, которые откликнутся на мое обращение, я знаю, будет достаточно для сохранения потенциала вашей расы. Но основная масса людей, не верящих словам моим, должна будет покинуть корабль истории, ибо рука помощи Создателя остается вами невостребованной. Слова мои не должны остаться в пустоте, ведь в них вся моя любовь и вера в ваше сознание, в ваш мир, в ваше внеземное божественное происхождение. Вы просто обязаны перешагнуть через плотный мир с его проблемами материальной жизни и войти в тонкие миры, вооружившись моими знаниями, согретые моим светом и любовью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова